Итак, уважаемые телезрители, мы с вами в студии программы подробностей. Татьяна Евгеньевна Пожонкова рядом со мной. Татьяна Евгеньевна, сразу тогда по спортивному, по физкультурно, по спортивному, сразу к делу. Итак, у нас разработан региональный план введения комплекса ГТО. О чем мы давно говорили и что, наверное, давно шло к этому. Все шло к этому. Да и президент у нас очень спортивный и крепкий человек и очень заботится о спорте. Итак, в некоторых рязанских школах ученики уже начали готовиться к сдачам нормативов. Правильно, что не со всех школ начали. Давайте вот поподробнее об этом плане, если можно. С 1 сентября у нас в регионе стартует организационно-экспериментальный этап, как вы верно заметили, сдача норм ГТО. Все муниципалитеты принимают участие в этом этапе. Он будет проходить в 2014 и в 2015 году. 39 образовательных учреждений по Рязанской области, 32 школы в каждом муниципалитете по одной школе. В городе Рязани это школы 15, 41, 47 и 64. Самые спортивные школы выбрали. Ребята. Да, два детских сада. Это детский сад номер 118, в котором очень сильные оздоровительные технологии, и Мурманский детский сад. И еще пять учреждений среднего профессионального образования. Это два учреждения, которые располагаются в городе Рязани, и учреждения в Сапожке, в Скопине и в Сасово. Все эти учреждения были согласованы с Министерством образования Рязанской области, и вот мы стартовали с 1 сентября. Нужно сказать, что это безусловно, так скажем, пробный шар. Это только лишь мы начинаем осваивать эти нормы ГТО. Ну да, понятно. Мы хотим посмотреть, как они будут доступны, насколько, в общем-то, как дети будут реализовывать свои спортивные и физкультурные возможности. Поэтому вот с этого мы начинаем. А вот уже 16-й год мы планируем, что все образовательные учреждения высшего образования и среднего образования, все учащиеся, будут сдавать нормы ГТО. А уже в 17-м году к ним присоединятся и все остальные граждане Рязанской области. И мы вот до 17-го года, если доживем, то тоже будем сдавать. Ну, конечно же, да. Петр, если вы захотите этим заниматься, вы, безусловно, будете сдавать. Потому что нужно сказать, что комплекс реализуется по принципу 3D – это добровольность, доступность и для здоровья. Он и создан для того, чтобы обратить внимание человека к своему здоровью, к образу жизни, к тому, как, в общем-то, он себя ощущает в мире, насколько он может себя изменить внутренне. Поэтому и достаточно доступные все нормативы. Нормативы вообще делятся на обязательные и вариативные. То есть, например, ну, давайте я вам приведу пример. Вот, например, женщина моего возраста, чтобы сдать норму ГТО, должна сдать 3 обязательных норматива. Это пробежать 3 километра без учета времени. Я думаю, не очень это будет сложно без учета времени. Потом, значит, 12 раз отжаться и достать кончиками пальцев в наклоне до пола. Это обязательные нормативы. А по выбору предлагается 5 нормативов. Вот я лично для себя бы выбрала стрельбу из пневматической винтовки. Нужно 25, в общем-то, очков выбить с 10 метров. Дуже интересно. Плавание 50 метров без учета времени. И поднимание туловища из положения лежа 25 раз. Ну, это упражнение на пресс, да, как мы называем. Ну, вот, достаточно доступные нормативы. И они разделены по ступеням по возрасту от 6 до бесконечности. 11 ступеней и по гендерным принципам. Мальчики, девочки, мужчины, женщины. И все так страшно, в общем, в этом ГТО, потому что все боятся. Хорошо, Татьяна Евгеньевна, когда вы будете сдавать нормативы, позвольте уж мы приедем. Обязательно. Снимаем опытную репортацию. Ну, нужно сказать, что старт этой кампании мы же дали в Шилово. Перед нем физкультурника. У нас и губернатор Рязанского, Олег Иванович Ковалев, первый сдал нормативы. Отжимания, стрельба с мневматической лентозки, главы, конечно же. Слушай, какой проект запустили интересный. Да, в регионе мы стартовали правильно. Хорошо. Итак, вот мы с вами сказали уже, сколько будет испытаний первых космонавтов у нас, да, по какому принципу они отбирались. Теперь, позвольте, в соответствии со всеми нормами спортивными, ГТО и прочих, двигаемся дальше на следующий этап моих вопросов. Дело в том, что спорт и физкультура, вещи, они хотя бы, ну, такие вот, несложные, да, но, тем не менее, нужно какое-то оборудование, нужны стадионы, нужны оснащенные площадки, нужны бассейны, в конце концов, чтобы сдавать нормы по плаванию. Вот как у нас с этим будет? Недавно мы снимали материал о том, как первый урок плавания проходил в Аквамеде, по-моему, два в Аквамеде. Вроде бы все здорово, но ребят очень много, а бассейнов, не знаю, как вы там, сможете с этим справиться? Дело в том, что плаванием очень активно занимаются наши дети, молодежь. Вот в наших детско-юношеских спортивных школах из дюшерах 20 тысяч детей и молодежи занимаются. Это только в секциях спортивных. Помимо этого, родители очень часто отдают на оздоровительные плавания детей в наши бассейны. Вы знаете, сколько комплексов в Рязанской области построено с бассейнами, достаточное количество. Да, кругом, да. В 2013 году по специальной программе мы обучили более 6 тысяч детей с 1 по 4 класс плаванию, поэтому я думаю, что это не будет такой уж большой проблемой. Причем плавание, опять-таки, это норматив вариативный. То есть, если ребенок не умеет или не хочет, ну, по каким-то причинам, и родители, может быть, не хотят, то плавание можно заменить на другой вид испытания, например, метание снаряда, или прыжки в длину, или кросс, или бег на лыжах. То есть, это не обязательный норматив. Поэтому не все так здесь критично. То есть, такой вот заданности нет, плыви и все. Нет, 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 конечно. Ну, ладно, хорошо. Значит, с этим мы решили. Но я думаю, что все-таки плавание очень такой физически общеразвивающий вид спорта, физкультуры. Хорошо бы все сдавали. Ну, да, но вот сейчас мы проводим работу, Аквамед, кстати, очень активно присоединился. У нас третий час физкультуры для рязанских школьников будет проходить на базе вот этого плавательного бассейна. Поэтому, в общем-то, осваиваем те условия, те, в общем-то, комплексы, которые есть у нас. То есть, дети к бассейнам будут подтянуты, так сказать, к плаванию. Ну, и хорошо, пусть не отлынивают, потому что, ну, что может быть большим удовольствием, чем поплавать в бассейне, тем более посоревноваться со своими. Так, список нормативов и разделение по возрастам. Ну, наверное, знаете, вот этот вот вопрос я готовил, но сейчас я бы хотел, чтобы немножко его разделить. Значит, боятся, ребята, комплексы ГТО. Не то, что ребята, а все, вот новые какие-то заданности, вот нужно перестраивать, смогу ли я, как говорится. Вот вы сказали, что не все так страшно, и есть варианты вместо одного что-то другое. Конечно. То есть, комплекс ГТО – это не догма. Это достаточно живые такие подвижные нормы, которым в силу своей физической подготовки ты просто на данный момент лучше или хуже подготовлен. Существует три степени сложности, которые градируются вот золотой, серебряный и бронзовый значок. Ну да, вот эти значки. Да, и, естественно, достигнув определенного уровня, ребенок в силу своего внутреннего потенциала он стремится к более высокому уровню. Поэтому я думаю, что здесь все еще будет очень многое зависеть от учителей физической культуры, от родителей, от самих ребят. Но вот первые наши школы, которые приступили в Рязани, вот мы видели отклики ребят. Все очень с оптимизмом, все очень бодро. Для них это что-то новое, а новое – это всегда интересно. Это желание быть лучше. Это желание показать своим одноклассникам, что ты что-то можешь. Это здоровая конкуренция. Так что я думаю, что это очень хорошо. И сейчас особенно, когда все-таки мы ощущаем какое-то, может быть, стремление к компьютеру, компьютерные игры, гиподинамии. А это вот такой срез очень интересный. И вовремя он сделан. После Олимпийских игр подписан указ президентом. Интерес к спорту колоссальный. Мы даже видим по приему в тот же педагогический колледж, который, кстати, тоже на экспериментальной площадке. Самая востребованная специальность какая? Это физическое воспитание. На 21 место подно 69 заявлений. Такого не было давно. Поэтому молодежи – это тема очень интересная. Ну, у нас, наверное, еще и потому, что вот такие мощные спортивные прорывы. Вот зимняя Олимпиада, да, как победили всех. Это вообще, когда такое было. Чемпионат мира по хоккей, теперь по футболу еще потянуть на мировом уровне. Ну, в общем, в спорте, если говорить серьезно, то он становится очень моден, очень активно двигается, что называется, в массы. И хорошо, что вот среди молодых. Да, конечно. Но вот то, что вы говорили, это полное тому подтверждение. Я уж не буду говорить про сериал «Физрук», который сейчас идет, это бог с ним. Но мы говорим о серьезном, о хороших вещах. Так, если у кого-то не получается сдать нормативы, то он, человек, не стоит вот так вот у стеночки, а просто идет что-то другое. Сдавать то, что у него получится. Безусловно. Для того, чтобы ребята не боялись. Конечно. Нет, здесь нет ничего страшного, все очень доступно. Все, в общем-то, вот я еще про плавание это говорила, это тоже сказала, что необязательное. И только с 11 лет на золотой значок временной какой-то, в принципе, есть. То есть, вот про плавание. А так без учета времени. То есть, ну, я говорю, все сделано для того, чтобы люди для здоровья этим занимались. Большое вам спасибо. Напоминаю нашим зрителям, вы смотрели информационную программу «Фелькомпания «Город. Подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова